Ваше первое музыкальное впечатление, когда вы были ребенком. Что было источником Вашего вдохновения в юности? Какая музыка? Церковная, камерная, фольклорная? Я отвечу одним словом. Просто вся музыка. Я никогда не слушал только популярную музыку, камерную, симфоническую или литургическую. Я слушал всю музыку. Но источником вдохновения была не только сама музыка, но также и та практика, которую я получал, занимаясь оркестровкой и аранжировкой песен. Всеми теми работами, которым я посвящал время в молодости. Да и все остальное, что я делал в других случаях, играло свою роль. Это был опыт, и я продолжаю его получать и по сей день. Невозможно сказать, что есть какой-то один момент вдохновения. Здесь необходимо все. Причем это дается почти неощутимо. Я не заметил всего этого улучшения, этого прогресса, хотя он и был. Он стал той отправной точкой, которую вы называете вдохновением. Я же называю это не вдохновением, а тяжелым трудом. Вы работали с таким известным режиссером, как Сержи Леони, Бернардо Бертолуччи, Пьер Павло Пазолини, Педро Альмадовар, Терес Малик. С каким современным режиссером вам было бы интересно поработать? Не с одним. Объясню почему. Потому что в моем возрасте все, что можно было, я уже попробовал. Я должен был находить общий язык с теми режиссерами, с которыми я работал. В противном случае сотрудничество было невозможным. Мне не очень нравится идея рискнуть и поработать еще и с новыми режиссерами. Поскольку работа всегда для меня была сопряжена с мучительными поисками, чтобы сделать что-нибудь на самом деле интересное. Дело не только в том, чтобы нравился фильм и режиссер. Должно быть что-то, что могло бы заинтересовать меня, как создателя звукового пространства. Этот процесс всегда был связан с болезненным поиском. И я бы не хотел испытать его вновь. В моем возрасте. Ваша музыка была в первую очередь музыкой послевоенного поколения. Есть лирика, ностальгия, фатализм, ожидание будущего и одновременно тоска по прошлому. Это музыка больших перемен. Что вы об этом думаете? С одной стороны это так. Но был прогресс, который был связан с открытием в конце 19 века додикафонии Арнольдом Шенбергом. Потом был следующий прорыв, который Антон Веберн совершил в истории музыкальной композиции. Что касается музыки, ее историческом развитии в разные века, здесь не может идти речи о разделении на довоенную и послевоенную. Если же мы будем говорить о музыке кинофильмом, спектаклем или телекомедием, о популярной или фолк-музыкой, эти пласты, конечно, очень чувствительны к эпохе. И в этом случае мы можем говорить о том, что музыка после войны пережила резкий скачок, который сдерживался на протяжении 5-6 лет Второй мировой войной. В чем разница между европейскими и американскими режиссерами? В определенной степени нет никакой разницы. Все требования они прекрасно знают, знают так же, как их предлагать. Мои отношения к ним одинаковы. Нет никакой разницы. Армоника, аккордеон, труба, гитара, женский голос. Это все еще ваши любимые инструменты? Нет. Я люблю все инструменты. Мои любимые те, которые хорошо настроены. Я всегда писал для лучших. Таких, как, например, сеньора Эда Дель Росо, обладательница необыкновенного голоса. У меня был отличный гармонист, скрипач. Все прекрасные музыканты были в моем распоряжении. Мне не нужно было ехать их искать в Америку, как время от времени случалось с одним моим коллегой. Все мои были в Риме. Они были свободны, и они работали со мной. Это не был выбор людей из тех, которые были в моем распоряжении. Они сами были готовы и хотели работать со мной. Я, в свою очередь, был преданным. Я всегда относился к ним с огромным уважением. Кроме того, нас связывала дружба, которая стала очень важной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ